Из беседы святителя Леона Златоустова Не будем бояться поста, который избавляет нас от столь великих зол Не без причины внушает нам это, но потому что вижу много таких людей, которые склоняются и бегут прочь Как будто их хотят отдать в руки какой-либо суровой жене И губят сегодня сами себя пьянством и пресыщением Поэтому советую, не губите наперед объедением и пьянством, ожидаемой от поста пользы И люди с расстроенным же желудком, когда пред тем, как надо им принять горькое лекарство Наполнят себя излишней пищей и потом примут лекарство То горечь эту вытерпят, а пользы не получат Потому что они затруднили действие лекарства на испорченные мокроты Так бывает и с постом Если ты сегодня предашься великому пьянству, а завтра примешь врачество поста Этим сделай, что оно будет для тебя бесполезно и бесплодно И ты хоть понесешь труд, но не соберешь плодов поста Потому что он всю свою силу употребит против вреда, только что причиненного пьянством Если же ты приготовишь для него легкое тело и примешь лекарство с трезвой мыслью То можешь очистить множество прежних грехов Прошедшая неделя называется Сырная Седмица Уже со среды в среду и в пятницу литургия в храме не совершалась Но за богослужением совершались уже Великопостные поклоны с молитвой Ефрема Сирина Господь и Владыка Живота Моего То есть слабое приготовление идет к посту А в мире, говорится так, широкая, разгульная масленица идет То есть это не христианская совсем придумана масленица Это языческая Это когда было, то языческие какие-то обряды и праздницы так крепко вошли в христианский обиход Что по сей день так и существует у нас Начинается там Иван Купала Что это за праздник? Никто не знает, что Рождество и накреститель А все знают Иван Купала Кто такой Иван Купала? Откуда он появился? Нет широкой разгульной масленицы А есть приготовление к великому подвигу К посту Итак, не будем и вступая в пост упиваться И после поста опять предаваться пьянцу То есть так, говорит, сегодня мы Загованье у нас Надо последний раз напиться, наесться Даже мусульмане Они мне говорили Когда-то спрашивают Работал и когда еще А когда, говорит, у вас такой праздник Когда не хочешь, а ешь Я растерялся Я говорю, да я как-то не знаю Ну вот, когда вы сегодня Все, завтра нельзя есть Я говорю, во-во, загованье Когда у вас такой праздник, говорит, бывает Это меня мусульманин спрашивает В бригаде был у меня один Киргиз Они знают, когда это бывает То есть так мы православное поставили Что даже мусульмане знают Что это как праздник какой-то Обязательно пьянство Разгул Там все, игрища устраиваются И так не будем И вступая в пост упиваться И после поста опять предаваться пьянству Разгование, говорит, разгование Ну, разговелся там Так, что разговелся, что Даже есть картина такая Как я не знаю То ли крестный ход она называется Или что На Пасху идут Выходят там уже По дворам ходили Там Ну, поздравляли с Пасхой Выходит Батюшка держится Еле-еле за перила держится А там дичок или дьякон Уже под крыльцом лежит Видать, что это Вот это разговелись называется По-православному Ну, не зря же картину Написал Где-то видел художник Наверное, такое Мог увидеть такое Это вполне возможно даже И так не будем Ступая в пост Упиваться И после поста Опять предаваться пьянству Дабы не случилось Того же, что бывает Когда кто Ударяет Ногой Больное тело Только что Оправляющихся от болезни И этим снова повергает Его в более тяжкую болезнь Это бывает и с нашей душой Когда мы в обоих случаях И в начале И в конце поста Обрачаем облаком пьянства Трезвость Полученную нами От воздержания Как готовящиеся Сражаться с дикими зверями Сперва ограждают Главные члены Своими многими орудиями И щитами А затем уже Вступают в борьбу Со зверями Так и теперь Есть много людей Которые готовят Сражаться с постом Как бы с диким зверем Ограждают себя Объедением И до крайности Обременив И омрачив себя Весьма неразумно Встречают Тихое И кроткое Лицо Поста Аминь Аминь Так, сейчас Аминь Аминь